Незадолго до начала полномасштабной войны мы открыто предупреждали российских ура-патриотов, что вся эта бравада из серии «Захватим Украину за два дня». Киев будет взят так быстро, что времени вывозить семьи дипломатов может не быть. В течение суток вся военная инфраструктура Украины будет обнулена. Полтора-три дня. Ну максимум 3-4 дня. Закончится болезненным щелчком по носу. И это как минимум. А мамы солдат от Дона до Енисея, или точнее от Кальмиуса до Амура, будут штурмовать военкоматы и писать обращения с требованиями спасти родимую кровиночку. И вот прошло два месяца войны, даже два с половиной. Российскую армию, типа вторую в мире, выбили из Киевской, Черниговской, Сумской и уже фактически полностью из Харьковской области. «Украинские военные освободили еще четыре села в Харьковской области и продолжают там продвигаться к российской границе». «Украинцы уже фактически находятся на границе с Россией». «Сотни убитых российских солдат только под Харьковом. Огромное количество пленных». «Попалось в красунчики». «Более того, на границе российские заградотряды не выпускают целый батальон ЛНР, сбежавший с позиций. Мол, давайте, дуйте назад, умирать». «Что делать, мы не знаем, так как нас не выпускают. Грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее. Люди уже вторые сутки на границе. Их не выпускают, никакой комментарий не дают». В итоге ватная публика, которая вот только недавно с восторгом разгоняла чуть ли не все сводки Минобороны, теперь, кажется, начинает что-то подозревать. «Мы что, выходим из Харьковской области? Как это понимать? Что дальше? Выйдем из Белгородской, Курской, Воронежской? Подпишем капитуляцию? Отдадим бандеровцам часть территорий? Будем платить репарации?» А мамы солдат, как мы и предупреждали, несмотря на ФСБ, МГБ и постоянные угрозы, больше не могут молчать. «Мой сын был взят в плен 25 марта 2022 года. Я вас очень прошу, верните его в Россию. Он всего три месяца был в армии, как попал на Украину. Верните его. Я вас очень прошу». Пока русские женщины выкладывают в запрещенные инстаграм и тикток слезливое видео, в Донецке мамы и жены перешли к реальным штурмам военных частей. «Мы сейчас находимся на части, на Соловках. Наших мужей, которые и детей наших, 115-го полка, не выпускают ни откуда. Пацанов наших сказали, что сейчас формируется колонна на Янакиево и отправляют через две недели на боевые». Говорят, что их родных используют в качестве пушечного мяса. А 500 человек, которых уже списало командование чудом, вышли из окружения. «По документам они находились в Донецке. Как они оказались в Харькове, не подготовлены, ничего, непонятно. Пацанов наших, я так понимаю, уже списали. Их не должно было быть. Никто не ожидал, что выйдет 500 человек из окружения». «Окружение? Ничего себе добыть не может! А Канашенков такого не рассказывал. Да и Пушилин с Басуриным как-то молчат». Как молчат они о, пожалуй, самом серьезном разгроме российской армии со времен Второй мировой. И речь сейчас идет об участке фронта в районе Белогоровки Луганской области. «Идут очень жестокие бои именно в Белогоровке. Там работает и авиация, и артиллерия». Там, если кто не знал, российские войска в очередной раз решили с помощью понтонов форсировать речку Северский Донец. «Они, в принципе, начали перебрасывать технику. Что-то у них не получалось. Где-то переворачивались танки до сих пор, там они валяются в реке. А какую-то часть техники удалось переправить». Но когда часть техники и живой силы оказалась на другом берегу, в работу включилась украинская артиллерия. «Украинские военные тем временем уничтожили понтонную переправу через Северский Донецк». В итоге немногие выжившие пытались вплавь добраться к своим. С учетом ранений и холодной воды получилось это далеко не у всех. Здесь бы командирам задуматься и сделать выводы. Но нет, отступления в Москве не поймут. Поэтому уже на следующий день остатки БТГ погнали на убой ровно по той же схеме. «Там просто реально уникальная ситуация. Они как бараны лезут просто в одни и те же самые места. Наши вооруженные силы разбивают понтонные переправы, разбивают технику, уничтожают личный состав их. Там уже просто десятки единиц и БТРов, и грузовиков, и танков». В итоге всего на крошечном квадрате эксперты насчитали более 70 единиц уничтоженной техники. Причем здесь не отмажешься. Все с пруфами. Россияне могут сами сесть и пересчитать. А во время подсчета задуматься, сколько там трупов, если такие потери в технике. Речь явно идет о сотнях российских солдат. Из-за глупости российского командования была сожжена как минимум одна батальонно-тактическая группа. Возможно, две. От такой зрады окончательно порвался террорист Гиркин и прямо обвинил Шойгу в преступном саботаже. «Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации на Украине, благодаря которой вы прослали золотые дни. Я прямо обвиняю Сергея Кужелегеновича в Шойгу, как минимум, в преступной халатности. Предательстве у меня нет возможности его обвинить, но я бы ее заподозрил». А генералы в генштабе, по мнению бывшего лидера боевиков, должны быть отправлены кто в тюрьму, а кто и в штраф роту. «Я не требую того, чтобы все наше правительство, весь наш генштаб отправили в штрафную роту. Хотя бы я бы отправил. Поверьте, еще бы не всех бы отправил. Некоторые бы после очень долгого и тщательного допроса у меня в другое место отправились бы. Потому что я там практически уверен, что каждый второй изменник Родины». Но что показательно, всего этого на российских каналах просто нет. Тот же Гиркин, назвавший Соловьева резиновым изделием номер два. «Достаточно влиятельные медийные персоны на российском телевидении, в частности, господин Шапира, известный как Соловьев, обвинили меня в предательстве. От этих резиновых изделий номер два претензии расцениваю скорее как награду». Давным-давно в черном списке у пропагандистов. Ведь не дай бог россияне о котлах и о разгромах узнают. Это ж того, гляди, и вера в царя батюшку пошатнуться может. А потому, пока раненые российские военные пачками кормят раков в Северском Донце, на федеральных каналах своя неповторимая атмосфера. «На Востоке дело швах. Группировка эта будет разбита в течение двух-трех недель, по меньшей мере». Через две-три недели всю группировку ВСУ на Востоке разобьют, обещает уропатриотам какой-то УАСЯ. А Соловьев добавляет, мол, если надобно будет, то турбо-режим включим. И тогда вообще всему НАТО хана. Если будет принято решение, и перейдем из режима специальной военной операции в режим турбо-военной операции, то задачу можно будет решить. И главная наша задача отнюдь не Украина. Это стратегическая безопасность России. Мол, а вот подождите чуток, сейчас как разозлимся и начнем прям по Европе по точкам отгрузки оружия ракетами бить. Если Германия заявляет, что собирается поставить военную технику Украине, то почему нельзя атаковать эти цели в точке отгрузки? Почему необходимо ждать пересечения границы Украины? Проще уже сразу атаковать в местах складирования и погрузки. Ага, очень верим. Ну а сейчас-то что мешает? Или опять самолет Судного дня для устрашения Запада над Москвой гонять будете? Ну вот тот чудесный самолет, который якобы из-за плохой погоды не взлетел. Самолет Судного дня с кортеджем из новейших Су-57 пролетит над Красной площадью. В Москве отменили воздушную часть парада из-за погодных условий, сообщил. Дмитрий Песков. Вы это, срочно потребуйте в таком случае от американцев, чтобы в Судный день хорошая погода была. Иначе как Путина от радиоактивного пепла спасать? Летающая крепость позволит России победить в ядерной войне. В общем, смотреть на это без улыбки невозможно. Ведь когда люди, которые три месяца выгребают от террабороны баштанки, не могут взять даже Марьинку и убежали от Харькова, начинает грозить НАТО? В режим турбо-военной операции? Хватит, шутки кончились. Мы можем сейчас вступить реально в войну с НАТО. А мы тут все играемся. Они все нам противостоят. Вдумайте, весь коллективный Запад. А мы одной левой от них отбиваемся. Это смотрится так же жалко, как если бы футболисты из второй лиги угрожали разгромить условную Барселону. Впрочем, здесь, конечно, нужно понимать, что для объявления какой-нибудь победы российской армии вовсе не нужно побеждать в реальности. Можно просто взять видео своего же разгрома и сказать, что вот, мол, на видео героически победили украинцев. Все последние дни ВСУ пытаются отбить остров Змеиный в Черном море, который с первых дней спецоперации контролирует российские соединения. Несколько попыток Киева высадить десант с воздуха и с моря провалились. Это, кстати, классический пример. Государственный канал «Россия» тупо взял украинское видео, где с Байрактара был уничтожен сначала катер, а потом и вертолет с десантом. И они не стесняются выдавать трупы российских солдат в качестве победы. В итоге в районе Змеиного были сбиты 4 украинских самолета, 3 вертолета с десантом на борту, вертолет Ми-24, несколько десятков беспилотников, уничтожены 3 десантно-штурмовых катера. Это гебельсовщина просто космического уровня. Особенно с тем учетом, что затонувший десантный катер отлично видно со спутника. А потерю вертолета со спецназом признали даже российские источники. Остров Змеиный. Не создано никакого эшелонирования в воздушной обороне. Не подавлены средства поражения противника. Только за несколько дней, по скромным подсчетам, противник уничтожил Ми-8. Нет, это не вертолет ВСУ с экипажем и группой спецназа. Но кого там это правда волнует? Да никого, конечно. А потом народ удивляется, почему 3 месяца каждый день победы, а оккупированная территория с 24 февраля, уменьшилась более чем в 2,5 раза. Но думать и анализировать это удел нацпредателей. Патриотам предлагается либо думкой богатеть, либо бегать за валерьянкой от зверств киевской хунты. Азов — это и есть фашистский СС, а ВСУ — это вермахт. Сатанинские ребята, вот в чистом виде. Ведь российская армия, чтобы вы понимали, выгребает каждый день не потому, что переоцененная. Просто украинцы, как террористы, свой народ в заложниках захватили. Сейчас, де-факто, это антитеррористическая операция. Никто же не ждал, что украинцы возьмут в заложники собственный народ и придется освобождать дом за домом. Мы все верно поняли, что убежав из Киевской и Черниговской области, вы людей террористам оставили. А эти самые террористы тут же принялись разрушенные вами дороги, мосты и дома отстраивать. Странные какие-то террористы, не находите? Но в том-то и прикол, что пропагандистам куда проще выдумать максимально упоротую байку, чем просто взять и признать очевидное. Хотели быстро победить националистов, а в итоге приходится воевать с народом. А народ победить нельзя. Уже и миротворцев с Карабаха вывели. Оголили все свои геополитические фланги для этой битвы. Вывели контингент из Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии. И даже 201-ю дивизию с таджикско-афганской границы. И в Сирии Асада на растерзание оставляют. Появилась информация, Путин выводит контингент определенный из Сирии, перебрасывает в Украину. Там порядка 60 тысяч человек, половина из них офицеры. А вот и ныне там. Напомним вам вашего же Кедми, который два месяца назад Соловьев уговорил, мол, если в ближайшие дни не будет десантной операции возле Одессы... Если в ближайшие дни не высаживаются на побережье Черного моря и не подходят к Одессе, тогда я не понимаю, зачем это надо было. А также не будет взять Славянск... Славянск еще не освобожден. За две недели... Две недели можно было дойти до Львова и обратно. Для России начнется обратный отсчет. Или вы победите в этой операции, или начинаете обратный отсчет. И, видимо, то, что этот обратный отсчет уже начался, понимают даже самые упоротые. Нет никаких сомнений, что Ургант вернется и в страну, и в эфир. А мы уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. И в этом свете хочется верить, что, уйдя в небытие, символы расизма не утянут за собой множество невинных людей. Не только в России, но и во всем мире. Ведь любимая путинская либо по-нашему, либо весь мир в труху говорит только о том, что себя они любят гораздо больше, чем Россию.